Бассейн Лужники. В его стенах прошли крупнейшие советские и мировые соревнования по плаванию, водному полу и прыжкам в воду. Лужа, как ласково называли бассейн москвичей, стала аварийной и было принято решение о воссоздании. Теперь на этом месте строят уникальный аквакомплекс. Он станет одним из самых больших в России и Восточной Европе. Вместо одного бассейна Москва получит гигантский дворец водных видов спорта. Пойдемте заглянем, как идут работы. Это будет центр для всей семьи. Всего шесть уровней. По земле парковка, детский центр, гардероб и зона водоподготовки. Выше торговая галерея, рестораны и фитобары. На втором сердце дворца. Аквапарк, спортивные бассейны и термованны с возможностью выплыть даже на улицу. Москвичи получат и оздоровительный комплекс с банями, соляной пещерой, ледяным фонтаном и душевой аллеей. Я стою там, где раньше был старый бассейн, а теперь готовят новый. Его длина 50 метров. Здесь будет 10 дорожек и зеркальный пол. В аквакомплексе новейшая система водоподготовки. Есть 32 фильтра, система озонирования и очистки воды ультрафиолетом. Все материалы не скользящие, а полы будут теплые. У бассейнов повесят мультимедийный экран диагональю 15 метров. А здесь появится линиевая река, по которой можно будет прокатиться на надувном тюбе. Для любителей серфинга сделают искусственную волну. А летом здесь в аквапарке можно будет позагорать под открытым небом. Половину здания накрыла крыша-трансформер из поликарбоната. Она раздвигается с помощью специального механизма. Работы по монтажу уже закончены. Тестирование всех систем начнется летом и продлится несколько месяцев. На прочность будут проверять и все 9 горок. Их сделали в Канаде, привезли в Москву. На завершающей стадии отделочные работы. На 80% завершена инженерия. Практически завершена вся водоподготовка. Идет пусконаладочная работа. Фасад старого бассейна украшали уникальные барельефы. Их сохранили и сделали частью интерьера. Сейчас на здании копии из фибробетона. Появились олимпийские кольца, как отсылка к Олимпиаде 80, на которой наша советская сборная здесь завоевала золотые медали. Аквакомплекс готов на 75%. Открытие будет в этом году. Ольга Зиневич, Андрей Колочев, Строймос.ру.